Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ладно, передам Спасибо Пожалуйста Тайны звезд, гороскопы, кроссворды Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 А Маша где? Маша! Маша! Банная она! Маша! 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 Маша, очнись! Маша, очнись, Маша! Стёп! Маша! Мама, беги скорей, я в порядке! Маша! Да жива она! Жива? Жива Маша! Жива Маша! 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 Финя! Финя! Четвертый фонаринёк! Финя! А-а-а! Давай-давай, аккуратненько! Ворачивай рукава! Машину отгоняй! Сашка! Сеня! Девушка, отойдите! Семён! Сенечка! Семён, вошёл! А что с ним? Не очень жаль. Чего жаль? Чего? Семён! Родненький мой! Сенечка! Родненький мой! Уйдите! Мама! Нет! Нет! Сеня! Дом! Семён! Поехали! Сеня, не уходи! Сеня, я хочу с тобой! Сеня! Сенечка! Мама! Дай, здесь всё! Уйди! Из-за тебя папа не стало! Уйди! Из-за тебя... Семён! 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 Не увозимся! Я хочу с... Става! Ой, 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 плохо! Мама! Мама! Маме плохо! Помогите кто-нибудь! Мама! 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 Чтобы сми вы glide! Девушка, выйдете с машины! Никуда я не выйду! Я с ним поеду! Я вам русским языком объясняю! Выйдите с машины! А я вам русским языком! Говорю, что никуда я не выйду, и поеду с ним, ясно? А вы кто? Невеста я его! Ладно! Поехали! Маша, надо было мне в Москве и умереть. Перестань, слышишь? Папа умер. Мама во всём меня винила. Всё наладится, вот увидишь, и я, и я всегда буду рядом. Господи, ты ходишь. Ты права была, Маша, это было всё тут, в голове. Ну, вы едете? Да, да, сейчас. Маша, ты, ты только не падай духом, обещаешь? Завтра в шестик кинотеатра придёшь, я там буду, решим, как дальше быть. Ну, как же это сейчас? Как же это сейчас? Не надо с каждым могло случиться. С каждым могло. Ну, следить всегда, конечно, выключать газ. В чем тут газ? Ну, а что так? Ты поджёг! Говори, ты! Она самая, да, вот. Я хотел по-тихому. Не получилось. Да что, гнида! Ответь, ну! Нет! Заказали её. Имя. Откуда я знаю? Какой-то фраер московский на чёрной тачке приезжал. Я только номер запомнил. ООС 005. Выглядел как? Не знаю, темно было. Квилба, да руки марать не хочу. Слабачок. Ты что думаешь, спасёшь её? Не спасёшь ты. Она к крутым людям дорогу перешла. Поберёг бы ты ноги, Стёпа. Ой, да что ж, какой-то. Успокоился? Пожалуйста. Успокоился. Успокоился. Кослезавтра. Тебе нельзя. Доктор запретил. Мы когда познакомились с ним, смешной был. С Чубом. Модно тогда было. А подлецу-то все к лицу. Он в 17 годков в трактористы пошел, увидала его на Покосе, и пропала. Мы тогда с ним песню всю одну слушали. Течет река Волга. Мы тогда с ним про Волгу-то эту запечтали. Ну, вот что в песне. Своими глазами хотели увидать, на теплоходе покататься. А папа хотел, чтобы я в соломенной шляпке была. Мамочка. Маша. Господи, только поживаю. Мама, прости меня, это я виновата. Маша, Маша, запомни, вот этот нелюдь, который тебя хотел, убить он свое дело-то не кончил. Тебе надо бежать, Маша. Обязательно слушай меня. Я займу. Деньги у Волги займу. Нет, я без тебя с Алей никуда не поеду. Маша, мне может не долго уж осталось, а надо тебе жить. Слышишь? Слышишь? Слышишь, не говори так. Маша, ты послушай, я должна сказать тебе, простишь меня, постараешься, мне надо сказать. За тебе, Маша. Маша, пожалуйста. А я тебя, когда первый раз взяла на руки, я счастью своему не верила, надо же. Ангел, ангел небесный. Поверить не могла, счастье свое не запомни. Я всегда тебя любила, как свое, слышишь, как дочь. Маша, хоть не сама тебя на свет этот родила. Маша, у тебя есть мать родная. Она, она в Москве, слышишь? Маша, я любила тебя всегда, как родную, как свою. И буду любить. Надо тебе ехать в Москву, там найдешь ты. Кровь от крови, заступничество просить надо в монастырь, слышишь? Маша, в монастырь иди, найдешь матушку. Ефимия зовут, попроси ее. Она расскажет, объяснит, все знает она. Обними меня, напоследок ей. Прости, прости, мистер. Аль, ты как? Отвали мою черешню. Не хочу разговаривать. Нам друг за друг держаться надо. Держаться? Вот на какие же я сейчас отцу буду похороны организовать? Ну займем, я в садике расчет получу, придумаю что-нибудь. Спасибо, не надо, сама справлюсь. И так ты столько дел натворила. Как? Ведь все же из-за тебя. Отца нет. Мать при смерти. Сашка еле живой. Да как тебя вообще земля носит. Ты добить меня, что ли, хочешь? Так мне и так больно. Тебе больно? Да ты меня своими выходками скоро сиротой оставишь. Не смей так говорить, мама поправится. Слушай, замолчи. Она не твоя мать. Правильно про тебя говорили, что карма у тебя плохая. Чего? Да ничего. Все детство я думала, что это я подкидыш неудачника. Ведь Машеньку так холят, лелеют, так любят. Оказывается, это ты чужая. Аль, мои сестры, я люблю тебя больше жизни. А я тебя ненавижу. И к Сашке не смей подходить. Финтифлюшка московская. Иначе я тебе все зенки повыклю. Поняла меня? Ты моя семья теперь, Сашка. Слышишь? Не смей меня покидать. Ты моя семья теперь, Сашка. Слышишь? Не смей меня покидать. Господи, помоги мне. Слышишь? Попробуй. Слышишь? 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 Пока не узнаю, кто из вас правду говорит, а кто решил на очной ставке сказки сказывать. Да я уже и рассказал, и написал, и показал, что этот на Машу Богатыреву напал и дом Богатыревский поджег. И она и мать ее подтвердят. Да гонит он, начальник. А эти бабенки его покрывают. У него шашни с Богатыревой. Ясный красный, она любой бред подпишет. Заткнись. А что? Ну а ты что скажешь? Как там дело было? Да я вообще потерпевший, начальник. Проходил мимо, вижу дом горит. Богатырева кверху пузом без сознания валяется. Ну решили ей искусное дыхание рот в рот, так сказать, засадить. А ну сидеть! Ты мое терпение, Волков, не испытывай. Я тебя определю отсюда на нары. Этого добиваешься? Я там еще тень видел убегающую. Очень на твою похоже. Он поджигатель. Что, свой косяк решил на меня повесить? На. Понял. Ну что, Волков, как тебе такой расклад? Отрицать будешь? По мне так ты больно быстро распрыгался после травмы. Я бы на твоем месте сильно не выделывался. Про твое прошлое все знают. И ты мне зубы не заговаривай. А лучше сразу чистосердечно признайся. И будет всем счастье. И ты на нарах выспишься, и я домой спать пойду. И я. А ты заткнись! Ну что, Волков, отвечай на поставленный вопрос. Или, может быть, ты и не парализованный был вовсе? Наручники снимите. С какого это? Доказательств у вас нет. Задерживать не имеете права. Предъявите обвинение, как полагается, тогда и поговорим. Как положено. Да я тебе сейчас пятнадцать суток за перерекание во время допроса гнида выпишу, как положено. Будешь говорить или нет? Нет. Саня! Камеру этого! Позвонить дайте. Перебьешься. Саня, ты его к алкашне сади. Пусть понюхает запах свободы. Друг, мне позвонить позарез надо, помоги. Не положено. Пойми, я с девушкой договорился. Она ждёт, волнуется, предупредить надо. Выручи. Не положено. Тайны синьет, гороскопы, кроссворды, перобуски. Спасибо. Сигареткой не угостишь? Я не курю. А жаль! Мы бы с тобой подружились. Тайны синьет, гороскопы, перобуски. Тайны синьет, гороскопы, кроссворды, перобуски. Ну что ты, упорылый? Заигрался совсем? Или ты думаешь, я тебе за любой задницу доставать буду? Браслетики лучше сними. Рук не чувствую. У тебя никакого чайку горяченького нет? Продрог как цуцик. Слушай, ты не увиливай. Ещё с проволокой не улеглась история. А ты опять валип по самые помидоры. Давай колись, как дело было. Ты чё этому козлу поверил? Не при делах, я понял? Реально мимо проходил. Меня никто кроме этого придурка-то и не видел. Точно? Точно. Пусти домой. Из конторы, чтоб сразу к матери шёл. И сиди тихо там, усёк? Усёк. И с Каменска ни ногой. Поджог, поджог, дело серьёзное. Тут так просто без бумажки отмазать не получится. Здесь начальству докладывать придётся. Всё? Да иди давай. Спасибо. Вы куда? В брюках не пущу. Пожалуйста, пустите, это важно. У меня просто нет ничего другого. Ты знаешь что? Завтра с утра приходи. Матушка Ефимия за день умаялась. Не одна ты до советов охотница. И юбку не забудь. Нет, вы не понимаете, мне нужно поговорить с ней именно сегодня. Не пущу, сказала. Завтра приходи. Проночевать можно? Мне некуда идти. Тут не положу, места нет. К паломникам соседний корпус, если только. Ты подожди здесь, а? Давай бегом к матушке Ефимии. Она про тебя спрашивала. Спрашивала? Сказала позвать. Ты же Маша? Да, откуда она знает? Матушка наша сквозь стены зрит и всё наперёд знает. Давай, давай быстренько. Прохладно у вас тут. Настенька её звали. Анастасия. Она к нам на сносях уже пришла. Очень слабая была. А ребёночек родился. Крохотный. Личко фарфоровое, ангельское. И волосики курчавые. Жалко мне Настю было. Хоть и грех она сотворила, не от мужа ребёнка зачала. Но Господь наш, Царь Небесный, не учил осуждать. Вот и я не стала. В день отъезда она всё плакала, молилась, девочку свою нацеловывала. Очень не хотела с ней расставаться. Но иначе не могла. Можниного гнева очень боялась. Уехала ещё до утренней. И адреса не оставила. Обмолвилась только разочек, что живёт в Москве. Возле храма Косьмы и Дамиана. Вот я тебе всё и поведала, Машенька. А ты, ты всё тот же ангелочек. И волосики курчавые. Тот ангелочек, что я тогда на руках качала. Ты на мать не серчай. Пожалей её, как и я пожалела. Мы с ней как две капли схожи. Обе Богом отмечены. И медальон её вот так и носил в сердце. Не снимай. С ним ничего не страшно. Большая тайна с ним связана. И большая любовь в нём закрыта. Так она меня вам оставила? Нет. Она убивалась очень, а потом про надежду узнала, что та при родах ляльку свою потеряла. И отдала меня. Ну и Богатырёвы тебя как родную приняли. И ты их приняла. Потому что душа у тебя широкая. И мать свою ты должна принять. Не бойся того, что впереди. Возьми пригодится в Москве. В Москве? В Москве, милая. В Москве согреет тебя и ребёночка твоего. Фуфаечка моя. По утру садись в автобус с паломниками на станции. А сейчас иди спать. Утро вечера мудренее. А мне помолиться надо. Спасибо вам. Ну что, ты проснулся? Да, как спалось? Как дюймовочки, простите. О, неужели мы почти приехали? Почти. Вы просто ас, Анатолий Иванович. Пилот космического корабля, не меньше. С детства мечтал быть дальнобойщиком. Ой, а мы раньше времени, еще семи нет. Весь дом разбудим. Может вас сменить? На заправке сменишь. Заодно и кофейку выпьем. С удовольствием. До полного. Приятнее. Ну что, эспрессо? Да, двойной. Денек обещает быть веселым. Что бы мне сегодня на душе не спасло? Вот это да. Надеюсь, никто не пострадал. Тёма, опроси соседей, а я в полицию. Ну, конечно. Да, я к шести годам. Вот справка, что у него паралич был. Вот выписка из больницы. Вот квиточек, что мы коляску когда покупали. Держи, держи. А вот этот самый рецепт на самое дорогое лекарство, держи. Разбирайся, Фома неверующая, читай все подряд. Вижу, вижу. Раскричалась тут над ухом. Я не раскричалась. Я не раскричалась. Я тебя спокойно спрашиваю. А что ты невиновного в тюляге держишь? Он Богатырёвскую Машу на руках вынес из огня. Это все видели. Виделась. Вот и Якитишна тебе подтвердит. И кто угодно. Виделась. Ну, вот как оно. Он на ноги-то встал от испуга сильного. Потому что пожар начался, огонь он увидел. Он до этого сидел с седьмой в своей тележке. Выпускай Стёпку. Не имеешь права там держать его. Спокойно, граждане. Не жужжите. Разберемся. А Волков ваш хамил на допросе. Следствую мешал. Так что пусть посидит пока и подумает о своем поведении. Ах ты вот чего говоришь. Бабы, да что же это такое? Какая справедливость? Леху бандита окаянного выпустил. А этого золотого человека держит. Кровидушку мою. Так вот что, сокол дорогой. Зови свое начальство и мы разбираться здесь с тобой будем. Мы сейчас вам здесь устроим разбор полетов. Хватит галдеть. Всех сейчас в обезьянях оформлю. Ну ты же человек. Самого по деньде держит. Я тебя прошу. Ты же знаешь, что он не виновен. Отпусти его. А я про Леху больше никогда не заикнусь. Правда. Ты мне ультиматумов не ставь. Ладно. Отпущу этого премяша. На выход, граждане. На выход. Устроили тут душевку. Выходи. Спасибо. Что без горда, не ногой. Это ведь в розыск объявим. Он на ногах-то едва держится. Степочка, Степа. Выходим. Пойдем, я обед сготовила. Ты со вчерашнего дня не емши. Маша домой не звонила? В Катыревской нет. А что? Иди домой, я вечером приду. А ты куда? Зайти ей. Зачем это? Затем это? Вечером буду, тетя Паша. А тетку Бобоку, ну, как медом она мазана на эту Машку, побежал к Машке опять к своей, да что эти девки перелуют. Наверняка наколдовал от чего-нибудь. Ой. Это подумать только. Всем колхозом вот тут выторопанивали. Здравствуйте, бабоньки. Здравствуйте, девушки. Здрасте. Извините, что встреваю. А что с домом Бокатыревых стало? Не скажите? Да что стало-то, что стало? Погорели они. Какой-то Петр Шелудивый поджег, а нам его Степку повесить хотели. А они спаслись? Да какой там? Семен сразу погиб. А Надежда плоха. В больнице при смерти. А вот Маша? Эта-то спаслась. Мой племянник ее на руках из огня вынес. Вот как. А где она сейчас, не знаете? Я не знаю. Где? Так она, кажется, в больнице при матери. В больнице. Это то, что на улице правда? На улице правда. Понятно. Спасибо. До свидания. До свидания. Алло, Тема. Как я и думал, дом подожгли, чтобы убить Машу. Она в опасности. Маша здесь? Свалила твоя Маша. Копеечки свои оставила на поминки. И свинтила. Куда? Так вот я знаю, что у тебя справочная, что ли? Ты сестра. Неужели тебе не сказала? Я ее вообще ластиком стерла из своей жизни. Что у вас случилось? Слушай, что ты заладил-то со своей Машей? У меня отца теперь нет, мне хоронить его надо. Мать у меня при смерти, Сашка еле жив. А ты с Машей со своей. Как он? Плохо. Легкие бы жены. Я сегодня в Москву поеду и не вернусь. Пока того скота не найду, что во всем виноват. Если вдруг Машу встретишь, скажи ей. Я ее люблю. Слушай, может мне ее еще поцеловать за тебя, а? Созластью на душе тяжело живется. Аль, Бог злых не любит. Стек, подожди. Я скажу, что ты любишь. Только, думаю, не вернется она никогда. Почему? Чувствую. Все равно передай. Ну что, не нашел? Нигде ее нет, Анатолий Иванович. Весь город так бегал. И никто ничего не знает. Вы с родными виделись? Виделись. Да что толку? Мать без сознания, сестре Маша до лампочки. Уже поздно. Завтра еще раз все дома обойду. Если она еще жива, наверняка уехала из города. И вряд ли вернется. Но мы же найдем ее. Найдем. Если не помешают охотники за наследство. Ладно. Пойдем съедим чего-нибудь. До Москвы возьмешь? Туда подойди. Парни, есть кто-нибудь до Москвы? Тысячу плати, до Тулу доброшу. У меня на борту есть один, тоже Москву прет. Песноте да не в обиде. Ну что, по рукам или как? А малого-то и не видать. О придах. Пообладал, а сам смотал. Залазь, ждать не будем. Адмирян. Надежда. Разрешите. Боже, подожди. Надежда! Петрик! На голове, на голове, на голове. Нужно спрятать... ... Вы знаете они? Подожди. Леша, дорогой, что ж ты? Ну помоги же! Ну зачем же? Я же только нашла его. Что ж ты его теперь отнять хочешь? Ну что же делать? У нас и доктора нет. Алина Петровича и Деринакова. Погоди, погоди, я за помощью. Погоди, ты только не умирай. Я прошу тебя, ты только не умирай. Я сейчас, я бегу. Да не умирай, я прошу тебя, не умирай. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»